Бисмиллях, вальхамбалиллях, вассалату, вассаламу аля расулиллях, ассаламу алейкум варахматуллахи в баракату. Алейкум ассаламу варахматуллахи в баракату. Миша Аллах, очень рада вас приветствовать, дорогие сёстры, на нашем очередном уроке цикл лекций 30 дуа из Кур'ана. По Аллаху мы с вами движемся уже вперёд, незаметно уже настал 23-й день священного месяца Рамадан. Альхамбалиллях, ночью мы проводим в поклонении, стараемся максимально, насколько это возможно, читать священный Кур'ан, совершать побольше намаза, как и таравих, так и тахаджуд, делать дуа из икры и всё, что можно делать из богоугодных дел. Также мы знаем, что некоторые сёстры имеют какие-то уважительные причины по физиологическим причинам, которые могут также читать переводы из Кур'ана, дуа из икры, в принципе, тахсир Кур'ана, перевод читать, сиру пророка саламу ассаламу. Потому что даже он не знал, когда наступит именно Ля-Ля-Тур-Кадр, ночь предопределения. И он старался в эти ночи быть в поклонении, дабы, если он настанет, чтобы он был в состоянии, молящийся Аллаху, просящийся, поклоняющийся Ему. Да, Аллах, даже если мы делаем какие-то маленькие, крупинки в поклонении Аллаху, чтобы оно всё было принято Аллахом и было весомым на весах. А мы с вами, иншаллах, уже на 24-м дуа из Кур'ана, в котором идёт просьба от отвращений, мучений в гиене, то есть в Джаганнам, в Аду. Это дуа из 25-й суры Аль-Фуркан, в 65-м аяте сказано, то есть Аль-Фуркан — это развлечение. В этой суре очень много событий и историй. И есть ещё другие дуа из Кур'ана, которые мы как раз заучим в следующих уроках. А на сегодня у нас дуа, в котором идёт просьба. Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения там не отступают. Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения нам там не отступают. Этот аят, как мы видим, не начинается прямо с дуа, а вначале идёт слова. Они говорят, они говорят, Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения там не отступают. Ибн Кассир, толкуя эти аяты, он говорит, и те, которые говорят, Господи наш, отврати от нас наказание гиене, ведь наказание ею бедствие, то есть постоянное, бесконечное. Аль-Хасан сказал по поводу слов, ведь наказание ею постоянное, все бедствия, постигшие человека, не являются постоянными, ибо постоянное наказание вечное, пока существуют небеса и земли. И это также было мнением Сулеймана Ат-Тайми. Ассадий, также толкуя эти аяты, он говорит, они говорят, Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения там не отступают. Помоги нам совершать праведные деяния, благодаря которым мы сумеем спастись от великого несчастья. И прости нам прегрешения, за которые мы можем оказаться в огненной преисподней. Воистину, адское наказание – мука неотступная. Закоронелые грешники не смогут избавиться от своей злой участи, подобно должникам, которые не могут выбраться из долговой ямы. Вот мы начали читать это дуа со слов «они говорят». А кто же говорит? Если мы вернёмся немножко назад, с чего начинаются эти аяты, то это, конечно же, речь о праведных, о богобоязненных рабах Аллаха. Аллах Субхану Аталя чуть ранее говорит в своих аятах «уповай на живого, который не умирает, и прославляй его хвалой». Довольно того, что он ведает о грехах своих рабов. Аллах себя называет «живой». Мы знаем из аят Аль-Курси, то же его имя, Хай, Хайюль-Кайюм, «живой» и «вечно сущий». Да, Аллах Субхану Аталя живой. «И он сотворил небеса и землю, и то, что между ними, за шесть дней, а потом вознёсся на трон, или утвердился на троне, и он милостивый». «Ар-Ахмэн», спрашивая об этом ведающего. То есть трон — это вершина мироздания, самая прекрасная и величественная из Божьих творений. На него поднялся милостью Аллах, и он объемлет небеса и землю, и милость Аллаха тоже объемлет всё сущее. Это означает, что Аллах вознёсся на величайшее из творений посредством величайшего из своих качеств. Таким образом, Всевышний Аллах Субхану Аталя является единственным творцом вселенной. И Аллах знает обо всём явном и сокровенном, и находится над троном, и отделён от своих творений. И Аллах Субхану Аталя, когда повелевает «падайте ниц перед милостивым», они говорят, что такое милостивый? Неужели мы не будем падать ниц перед тем, кому нам приказывают? Конечно же, праведные люди, рабы Аллаха, никогда не ослушаются Аллаха, и как только Аллах Субхану Аталя говорит «поклонитесь ниц, сделайте суджуд», то они делают. Это из числа пророков, праведников, которые жили до нас. Мы очень надеемся, что и сейчас среди нас есть такие рабы Аллаха, которые не ослушаются Его и всегда следуют Его повелениям. Благословен тот, кто установил на небе созвездия Зодиака и установил на нём светильник и освещаемую луну. У Аллаха мы часто увидим вот это слово «табарок». «Табарок» – благословен. Вот это слово арабское «табарок» – «благословен тот, кто установил на небе созвездия Зодиака». свидетельствует о величии Создателя, многочисленности его божественных качеств и безграничности его добродетеля. В этой удивительной суре это слово «табярак» «благословен», повторяется трижды. И в этом нет ничего удивительного, потому что неспосланные в ней откровения свидетельствуют о величии Господа, также о его неограниченной власти, непреложном воле и изъявлении, безупречном знании и могуществе. У Аллаха совершенная мудрость и абсолютное право на управление Вселенной и издание закона. И тут слово «бурч», когда мы видим 61-й аят, «благословен тот, кто установил на небе созвездие Зазьяка и установил на нём светильник и освещаемую луну». Имеется в виду «бурч» – это такое арабское слово, которое имеет много значений и означает созвездие, башня, замок, крепость. Башни и крепости служат для защиты городов на земле, а звёзды – для защиты небес от мятежных дьяволов. Аллах установил на небе солнце, которое, подобно светильнику, излучает свет и тепло. Аллах, Субхану Аталия, сотворил луну, которая отражает солнечный свет, но не излучает тепла. Всё это – доказательство его могущества и добродетели. Прекрасный вид, совершенные формы, огромные размеры и точные орбиты этих небесных тел являются неопровержимым доказательством его могущества и совершенства его божественных качеств. Многочисленная польза, которую эти небесные тела приносят для обитателей, конечно же, земли, то есть для нас. Аллах, Субхану Аталия, чередует ночь и день. И мы постоянно становимся свидетелями того, что когда заканчивается день, наступает ночь. Затем заканчивается ночь, наступает день. Они последовательно сменяют друг друга и никогда не опережают свой срок. Это также знамение для тех, кто желает сделать для себя полезные выводы, познать некоторые из божественных качеств Аллаха и возблагодарить своего Создателя. И рабами милостивы являются те, кто вступают по земле смиренно. То есть Аллах, Субхану Аталия, сообщает в этих аятах о том, что есть такие рабы Аллаха, то есть божьи пророки, угодники, которые достигли высокой ступени только благодаря милости Аллаха. Аллах перечисляет их качеством. Эти рабы ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, отвечают эти праведники, отвечают им добрыми словами. Они отличаются скромностью, достоинством и уравновешенностью. Они никогда не превозносятся перед Аллахом или перед Его творениями. Даже если невежественные грешники говорят с ними грубо и недостойно, они всё равно отвечают им самым достойным образом, не уподобляясь им и избегая греховных слов. То есть этими людьми, богобоязненными людьми, превосходят терпение, кротость, выдержка, благоразумие и умение прощать обидчика и отвечать добром на зло. Это лишь некоторые из тех прекрасных качеств, благодаря которым эти праведники заслужили похвалу Всевышнего. И когда Аллах Субханаталя повелевает падать в ниц и стоять перед своим Господом, они это выполняют. И они говорят, Господь наш, отврати от нас мучения в гиене, поскольку мучения там не отступают. И как раз эти дуаи относятся к этим праведным людям. Да, да, Аллах Субханаталя нам быть из числа этих праведных людей. Конечно же, мы никогда своими какими-то качествами или какими-то достоинствами не сможем быть из числа праведников или любимцев Аллаха, пока Аллах Субханаталя сам не дарует нам свою милость, пока Аллах сам не примет наши дела. Мы просим у Аллаха дуа, мы просим у Аллаха принятие всего того, что мы делаем. Мы надеемся, что мы будем одними из любимых рабов Аллаха, рабынь Аллаха, иншаллах. Мы просим у Аллаха дуа, раббана сриф анна азаба جهаннама инна азаба ха кана гарама. Вот здесь валязина, то, что начинается эта дуа, и те, которые якулюна говорят, мы видим это во множественном числе, раббана Господь наш из сриф отврати анна от нас азаба наказание азаб есть у многих тоже в родном языке جهаннам то есть جهаннам это есть ад ад гиенна инна поистине азаба наказание ее кана является гарама неотъемлемым то есть там جهаннам гиенне в аду наказание не отступают давайте еще несколько раз повторим этот дуа еще дважды праведные люди из числа тех кто падает ниц перед Аллахом спрашивает это дуа мы делая хатам курана несколько раз встречаем аяты где Аллах субханаталья повелевает сделать судют сделать земной поклон и это приходит в 15 местах в 14 сурах потому что в одной сури он приходит дважды когда мы слышим эти аяты да мы падаем ниц да мы преклоняемся перед Аллахом да также мы пятикратно совершаем намаз мы да Аллах одни из поклоняющихся Аллаху одни из делающих судют перед Аллахом мы падаем ниц перед Аллахом когда он это повелевает мы выполняем один из столпов ислама второй столб который идет после того как мы уверовали в Аллаха и последовали за его пророком Мухаммадом саллиллаху алейхи ва саллим ла иляха иля Аллах Мухаммаду Расул Аллах после этого нам обязателен намаз молитва которую мы совершаем пять раз в день в соответствии с его временем а также его четвертый столб пост который наступает месяц Рамадан как раз мы постимся сейчас а третий столб и пятый столб являются обязательствами для богатых у тех у кого есть возможность то есть закят и хадж но мы также просим у Аллаха даровать нам это быть одними из дающих быть одними из дающих закят и и быть одними из тех кто посетит прекрасные места Аллаха его дом в Мекке это те места в которых жил сам пророк Мухаммад салли Аллаху алейху в Медину к родственникам своей мамы и там провел оставшуюся жизнь и там же покинул мир это самые святые места Мекка и Медина куда каждый мусульманин стремится и хочет посетить да паломничество большое паломничество и малое паломничество дай Аллах нам быть из числа паломников дай Аллах нам не быть из числа нищих не дай Аллах чтобы мы были из числа просящих дай Аллах нам быть из числа дающих дай Аллах нам побольше резка и отвратить нас от мучений гиени мы просим Аллаха в этом месяце Рамадан помните, это самая наша первая дуа которую мы заучили Аллах, прими от нас это это дело то есть мы просим Аллаха принять все, что мы делаем на его пути дальше вот этот наш вебинар пусть Аллах примет его ведь Аллах принимающий мольбу ведь Аллах милостивый ведь Аллах знающий пусть Аллах примет пост каждый из вас пусть Аллах примет наши все дуа которые мы заучили и будем заучивать пусть Аллах примет то свидетельство которое мы делали и делаем постоянно пусть Аллах примет все наши молитвы все наши намазы и пятикратные и сонные намазы и тахаджуд намазы и таравих намазы и все наши про чтение тlsн и все наши аяты даже если какие-то буквы мы пытаемся прочесть дабы угодить Аллаху пусть Аллах примет это все пусть Аллах примет каждое богоугодное наше дело кто делает садыга пусть оно будет скрытое пусть оно будет явное которое было искренне ради Аллаха пусть Аллах примет пусть Аллах чтобы было больше сил поклоняться Ему. Пусть Аллах Субханаталя сделает нас из числа праведных рабов. Пусть Аллах Субханаталя дарует нам праведное потомство. Да, это тоже очень немаловажная часть, чтобы потомство было праведным. И мы об этом тоже спрашивали, мы заучивали такие дуа. Аллаху ма амин. Ассаляму алейкум на варахматуллахи в баракятох варахматуллахи в баракятох.